Цифровая экономика, модели и прогнозы – это темы публичной лекции, с которой в Северокавказской государственной академии выступил профессор МГУ, доктор физико-математических наук Аскар Акаев. На встрече со студентами и преподавательским составом нашего вуза, первый президент независимой Киргизии, ученый и политик с мировым именем Аскар Акаев, говорил не только о науке, но и о том, насколько важно согласие в межнациональных отношениях, как консолидирующая сила для созидания, развития экономики и общества. Ахмат Халкетчев продолжит. В большой аудитории Северокавказской государственной академии собрались в основном студенты и преподаватели институтов экономики и управления из цифровых технологий. Однако послушать академика пришли и студенты непрофильных факультетов. Как объясняют сами молодые люди, не совсем логичный, на первый взгляд, интерес обусловлен тем, что темы лекций и прогнозы профессора Аскара Акаевича актуальны для всех. Будет цифровая экономика, в которой ключевую роль будут играть уже интеллектуальные машины. Машины, то есть это компьютеры, роботы с элементами искусственного интеллекта. А они начнут забирать работу у среднего класса прежде всего. То есть если до сих пор автоматизация, она помогала людям, забирая тяжелый физический труд, мы радовались. Уже многие в банках, в разных учреждениях теряют работу, потому что их забирают потихоньку компьютеры, умные роботы. И есть целые заводы, где работают одни роботы, управляют компьютерами. Хоть и прогнозы академика Акаева не совсем позитивные, но студентов и будущих его коллег они не сильно расстроили. Тем более и сам Аскар Акаевич в конце своего тезиса отметил, что на смену профессий, которые у людей отберут умные машины, обязательно возникнут новые. Как и сказал Аскар Акаевич, я повторю его слова, то есть я с ним полностью согласен. Спустя 30-50 лет многие профессии исчезнут. Просто образованный человек, обладающий компетенциями, в любом случае найдет себе работу, он у него останется неудил. Участникам встречи Аскар Акаев также поведал о том, как он ушел из науки в политику, об интересных моментах эпохи Горбасевской перестройки и о том, почему, на его взгляд, наша страна и наша республика уверенно стоят на пути социального и экономического развития. Крайне важным фактором роста нашего региона, как самостоятельного субъекта России, он назвал крепко спойную дружбу наших народов. Республика наша не чужая для него. Он знает народы Карачаева, Черкесии, много друзей. И, наверное, за последнее время это такой один из самых ярких представителей науки, который посетил нашу республику и пообщался, выступил перед студентами Северо-Кавказской государственной академии. В завершении встречи ректор Северо-Кавказской государственной академии Руслан Качкаров поблагодарил Аскара Акаева за оказанную честь. Также выразил надежду на еще более тесное сотрудничество между вузами. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.